Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на «Алтонбасс». Рад видеть вас. Порадового ФМ сообщивший о задержании руководителя и бухгалтера компаний, взявших в управление больницу в Алматинской области и тупо расхитивших более 2 миллиардов тенге денег, выделяемых Фондом социального медицинского страхования. И это только в одной больнице. Можете себе представить объем хищений по всей стране? Ну, я думаю, на этом фоне стоит внимательно присмотреться к цифрам в отчете Фонда соцмедстрахования, который заявляет, что с момента введения в действие структуры страхования увеличилось число застрахованных на 730 тысяч человек, а бюджетного здравоохранения увеличился почти в 2,5 раза до 2,5 триллионов тенге. И прямо издевательски выглядит их фраза, я процитирую, «Мы наблюдаем повышение осведомленности граждан». Сейчас люди спрашивают, почему ему не дают направление на положенную по медицинским показаниям медуслугу требует соблюдения сроков ожидания. Только несмотря на то, что Фонд знает о таких требованиях людей, никаких вынятных ответов на эти вопросы он, к сожалению, не дает. Интересный сюжет показала Астана ТВ. Там жители неназванного жилого комплекса в Нарусбайском районе Алматы жалуются на то, что у них подъездную дорогу к их комплексу просто продали какому-то частнику, и теперь люди вынуждены буквально занимать очередь, чтобы заехать или выехать из своего дома. Но позиции Акимата Нарусбайского района Алматы в лице руководителя отдела дорожной и инженерной инфраструктуры Жандоса Токибаева, ну просто замечательные. Чиновник заявляет, что да, мы планируем приступить к проектированию новой дороги, мы пробьем улицу Лукбека, ну а вы, уважаемые жители, ну потерпите 2-3 года, потому что мы только приступим к проектированию в будущем году. А вот тот факт, что кто-то умудрился продать дорогу в какие-то частные руки, и непонятно, кто будет строить там, скорее всего, ЖК, или опять туда тупо сольются государственные деньги на выкуп, этой положенной дороги, ну просто слов нет. Я думаю, не только Жандос Токибаев, но и Акима Алматы, Досаев, Акима Нарусбайского района, само собой, заслужили номинацию на Тонбасс. Депутат Бахаджан Базарбек в интервью «Голосу народа» сообщил, что целых пять аэропортов страны подвержены риску авиакатастрофы. С его слов, в зоне риска аэропорта Атырау, Алматы, Шимкента, Актобе и Ускаменогорска. Он также рассказал о своем расследовании 2019 года о застройке близ аэропорта Атырау. Там буквально в 20 метрах от аэропорта были построены элитные коттеджи. А Акима области написал письмо тогдашнему премьеру с просьбой оставить эти застройки, не сносить их, чтобы не вызывать возмущение населения. Особо отмечено, что среди возмущающегося населения была местная элита, в том числе сотрудники прокуратуры. А домики чиновников продолжают нести угрозу авиаторам и пассажирам. Но, на мой взгляд, проблема живой застройки возле аэропортов не единственная в области авиационных перевозок в нашей стране. Я подготовил сюжет по работе Казаэронавигации, который выйдет в ближайшее время. И я прошу вас подписаться на наши социальные сети, чтобы не пропустить его. После новости о задержании антикором руководителя топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы у меня возникает один тупой вопрос. Уйдет ли с должности Аким столицы Женец-Косымбек? Или сделает вид, что ничего не произошло? Во всяком случае, ни на сайте Акимата, ни на личной страничке Акима в Фейсбуке, которая, кстати, довольно активно ведется. Нет ни слова об этом задержании. Или, возможно, Аким останется на должности, ссылаясь на то, что еще не вышел срок в один год, который дал ему президент буквально весной. Кстати, на сайте самого управления последняя новость датирована аж 28 октябрем, а руководителем управления продолжает числица Марсель Узаков. Кого номинировать за эту новость, предлагайте вы. Друзья, как вы думаете, а какое наказание может быть дано судовому человеку, который украл, скажем, квартиру? Ну, а если украсть целых две квартиры? Я вот тоже думал, что там должно быть наказание довольно суровым, но Тараский городской суд номер два посчитал иначе и назначил двум хитрым людям, которые утащили целых две квартиры, ограничение свободы от двух до четырех лет. Дело в том, что квартиры, на которых нет хозяина, или хозяин умер, или уехал, они являются выморочным имуществом и должны поступать в доход государства. Так вот, наши герои умудрились подделать документы и присвоить эти квартиры. Я думаю, при таком раскладе стоит всерьез опасаться массового бунта заключенных, осужденных за кражу коровы или телефона. Ну, а председатель суда номер два города Тараса Ербол-Дусинбаев со сложившим номинацией на Алтенбасс. Друзья, простите, немного мутных цифр. По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане есть более 9 миллионов 600 тысяч человек, которые являются трудоспособным населением. Из них официально работают 6 миллионов 900 тысяч, 450 тысяч считаются безработными, а 2 миллиона 200 тысяч являются самозанятыми. Чем же самозанятый отличается от безработного? Ну, я думаю, только тем, что пройти квест для признания получения статуса безработного – та еще задачка. Зато вице-министр труда и социальной защиты Ожас Ордабаев, тот самый парень, который рассказал, что вполне можно прожить в Казахстане на 85 тысяч тенге в месяц, сообщил о новациях, которые готовит нам новый социальный кодекс. Если я правильно понял, то теперь вместо самозанятых у нас появится категория независимых работников. А войдут в эту категорию люди вроде таксистов Яндекс.Такси или курьеров Глова. То есть, стоит только вам принять предложение где-то на онлайн-платформе, так вы сразу будете считаться независимым работником. А при этом работодатель платформы будет вынуждена отчислять государство за вас социальные платежи. То есть, вся эта история подается чиновниками под видом защиты независимых работников. Ну, то есть, догнали этих работников и причинили им добро. Понимаете, я абсолютно уверен, что любая площадка, любой интегратор, просто положенные налоги и платежи, перевожит либо на стоимость своих услуг для потребителей, либо на плечи самих независимых работников. Но, видимо, вице-министр этого не понимает, за что я и номинирую его на Алтенбасс. И, кстати, официально прошу правительства снизить ему заработную плату и все причитающиеся выплаты до 85 тысяч тенге в месяц. Пусть на деле докажет, каково это выживать на эту сумму. Сильно порадовала меня новость о задержании руководства и главспеца жесказганского филиала КАС «Трансгаз Аймак». Потребители просто вымогали у потребителей деньги от 70 до 300 тысяч тенге за беспредвестное получение тех условий и подключение к газовому хозяйству. Но даже если убрать вопросы незаконного вознаграждения в сторону, то остается один тупой вопрос. Почему потребители должны за свой счет оплачивать развитие сетей газовых монополистов? А ведь именно так и происходит. Ведь сегодня для того, чтобы подключить газ в любой частный дом, потребитель не только решает вопросы с чиновниками, но и за свой счет оплачивает и трубы, и арматуру, и услуги поврезки, и даже счетчики. Друзья, ну ведь не секрет, что любой магазин тратит деньги на доставку своей продукции до потребителя. Это нормальное явление, но только в нашей стране монополисты почему-то заставляют платить за последнюю милю, за развитие своих сетей на обычных потребителей. Я считаю, что имеет место неосновательно полученный доход, который должен быть как фисковый доход государства. А начать проверку получения таких доходов, думаю, стоит с группой компании «Таукель», которая занимается газификацией в Алматинской области и городе Алматы. Одной из участников компании, входящей в группу, является супруга ныне арестованного экс-министра культуры Арстенбека Мухаммедьевы. Правда, интересный бизнес, а? Снова в нашем объективе Минэнерго. На этот раз чиновники сообщили, что три новых ТЭЦ будут строить под ключ россияне, при этом никаких деталей инвестиционных соглашений, в какие деньги обойдутся нам эти ТЭЦ, сколько лет мы будем выплачивать за них стоимость, по каким тарифам будет происходить оплата, нам, к сожалению, не сообщается. Зато сообщается о том, что поднятых тарифов с 1 июня этого года, которые практически на четверть увеличились, оказалось недостаточно для реконструкции изношенных ТЭЦ. И чиновники готовы потратить еще 100 миллиардов тенге ежегодно для поддержания работоспособности тех узлов ТЭЦ, которые уже не подлежат модернизации и капитальному ремонту. А наши собственники, наших ТЭЦ, не готовы инвестировать их в реконструкцию и развитие, просто потому, что у них, видимо, нет желания вкладывать свои деньги, а банки не готовы им давать такие деньги, и они ждут государственные средства. Возможно, еще проблема в том, что международные финансовые институты не хотят кредитовать угольные ТЭЦ. Не знаю, как вам, но мне кажется, что что-то странное творится то ли в голове у министра Саткалиева, то ли в самом Министерстве энергетики, то ли в целом в правительстве. Как еще прикажете понимать, что частные владельцы ТЭЦ не горят желанием или не имеют возможности финансировать ремонт и развитие своих объектов, ТОПа ждут денег от государства, и главное, государство готово эти деньги выделять. Номинанта за эту новость вы уже знаете. Несмотря на заявление зампреда Национального банка Даниэра Вагапова о том, что инфляцию удалось снизить до 10,8%, некоторые товары все же продолжают дорожать, и в их числе уголь, медикаменты и медицинское оборудование. При этом история с повышением цен на уголь просто не поддается логическому объяснению, ведь чиновники рапортуют о том, что запретили вывоз угля автомобильным транспортом, что у нас более 33 миллиардов тонн разведанных запасов, что только за 9 месяцев прошедшего года добыто более 91 миллион тонн угля, и при этом предприятия внедряют передовые методы добычи, повышающие производительность труда. При всем при этом сотни тысяч рядовых потребителей переплачивают за уголь, а некоторые даже вынуждены покупать его в кредит, чтобы тупо не замерзнуть зимой. Сдается мне, что чиновникам из Минпрома, курирующим угольную промышленность, гораздо важнее интересы и прибыль угольщиков, чем не только интересы рядовых граждан, к этому мы уже, увы, привыкли, но и интересы государства в целом. Ведь только имбицин может думать, что цена на уголь не влияет на стоимость тепла и электроэнергии, которые, в свою очередь, тянут за собой маховик инфляции, а борьба с инфляцией – одна из основных задач, которую поставил перед правительством президент. Похоже, министру промышленности Канату Шарлопаеву нужно не только автонбасс вручить, но и тщательно проверить все мероприятия этого министерства. Уж больно они смахивают на обычное ИБД. Наблюдая за работой Министерства экологии и его дочерних структур, я все больше убеждаюсь в полной бесполезности этой структуры, во всяком случае, в сегодняшнем существующем формате. Ну, скажите мне, в чем смысл заключения меморандумов между Аужасов Дому, кстати, это та самая компания, которая занимается сбором утилизаборов и утилизацией автомобилей на место присвободы операторов, и турецкая White Rose, если основная цель этого документа – развитие двухстороннего сотрудничества в вопросах развития электрозаправочных станций и локализации производства на территории Казахстана. Уж или чиновники не в курсе, что у нас вообще есть проблемы в целом с электричеством, или они рассчитывают, что будет все-таки построена атомная электростанция, и у нас появится волна халявной электроэнергии. Зато отмеченная в меморандуме высокая заинтересованность сторон в развитии зеленых технологий заставляет вспомнить об Экспо и энергии того же цвета. Ну и привычно номинировать министра экологии Ирвана Самбаева на Утенбасс. Некоторые цифры из доклада министра науки и высшего образования Сайса Танурбека президенту Такаеву привлекли мое пристальное внимание. В докладе упоминается, что размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен со 160 тысяч тенге до 350 тысяч тенге. В национальных вузах с 228 тысяч до 400 тысяч тенге. Но почему-то при этом средняя заработная плата ученых хоть и выросла в два раза, но составила лишь 252 тысячи тенге. Получается, что несмотря на прямое финансирование научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями, общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сумме 643 миллиарда тенге заработная плата наших ученых оказалась на 28% ниже, чем у предоподавателей обычных вузов и на 37% ниже, чем у преподавателей национальных вузов. Не знаю, как вам, но мне на фоне этих цифр показался сомнительным и уменьшенный в три раза с прошлого года дефицит общежитий с 55 тысяч 50 мест до 17 тысяч 488 в октябре этого года. Неужто министр каким-то чудом убедил руководство вузов построить всего лишь за один год общаги на более 37 тысяч студентов? То есть, даже если взять минимальные 10 квадратов на человека, вузы должны были построить 370 тысяч квадратных метров общежитий на общую сумму никак не меньше 100 миллиардов тенге? Не смешите мои тапочки. Я уверен, что дефицит снизился не за счет строительства новых общежитий, а за счет хитрого жонглирования цифрами, чему, видимо, прекрасно владеют чиновники Миннауки. А министр Саисат Нурбек явно достоин номинации на Алтонбасс. По сообщению АФМ, в Актюбинском филиале Аграрной кредитной корпорации по реализации программы СЭБАГА для запаху поплеменного скота выявлены хищения на 970 миллионов тенге. Некие хитрые люди сумели на документы, наформленные на подставных лиц крестьянских хозяйств, пустышки, получить эти деньги и даже обналичить их. Агентами арестовано имущество мошенников на сумму 260 миллионов тенге. Вы понимаете, у людей на кармане осталось более 700 миллионов тенге живыми деньгами. И я думаю, с таким плотным кошельком можно и посидеть 2-3 года в тюрьме, а потом спокойно оказаться на свободе по замене меры наказания или по УДОМ. Но главное, я никогда не поверю, что какой-то, пусть даже очень хитрый мошенник со стороны сумел бы вот так вот прийти и получить бюджетный миллиард тенге живыми деньгами, да еще и успеть обналичить его. Наверняка, есть взаимосвязь этих людей с чиновниками. А значит, ждем новых посадок или, как вы думаете, может быть, АФМ не станет копать так глубоко. Друзья, благодарю вас за уделенное на просмотр время и напоминаю, не забывайте подписаться на наши социальные сети, ведь иногда там выходят сюжеты, которых нет на YouTube, но которые не менее интересны. И еще раз спасибо вам за ваши лайки, комментарии, репосты, за ваши рекомендации канала. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok